МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Вести. Хакасия. События недели в студии. Алексей Гончаренко. И сначала коротко о том, что будет в этом выпуске. Хакасия в Белоруссии. Итоги визита делегации Сибирского федерального округа в союзное государство. Диалог о взаимовыгодном сотрудничестве состоялся на высшем уровне. Масштабная операция службы судебных приставов по изъятию арестованного имущества и новые методы борьбы с неплательщиками. Список изымаемых вещей расширился. Теперь гаражи могут оставить без ворот. Сам гараж мы не можем наложить арест, потому что гараж находится на территории частного дома. Спортивные клубы уровня абаканских саян едут на престижный хоккейный турнир в Швеции. А саяны покидают Суперлигу задолго до начала сезона. Прогнозы специалистов насчет незавидной судьбы клуба сбылись. Первый и многообещающий визит в Белоруссию нанесла делегация Сибирского федерального округа. Ее возглавлял полномочный представитель президента Виктор Толоконский. В составе делегации губернаторы сибирских регионов. Хакасию представлял Виктор Зимин, возглавляющий совет Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». В ходе визита гости посетили промышленные и сельскохозяйственные предприятия и крупные социально значимые объекты, в их числе современный культурно-спортивный комплекс «Минск-Арена», агрокомбинат «Снов» с многолетней историей, правоприемник одного из крупных колхозов, а также заводы, специализирующиеся на выпуске лесозаготовительной, дорожной и автотехники, в том числе известный масс. На встрече с премьер-министром Михаилом Мясниковичем обсуждались варианты поставки в Хакасию оборудования и крупной техники для сельского хозяйства, горнодобывающей отрасли и лесоперерабатывающих предприятий. Заинтересованы в таком сотрудничестве и сибиряки, и белорусская сторона. Они готовы пойти на то, что они будут платить за нас кредитную ставку полностью. Но это в среднем 12-14-15 процентов. Сегодня банки выдают кредиты. Плюс у премьер-министра мы договорились еще об одном предложении или варианте. Они готовы на 10-15 процентов снизить стоимость для сибиряков. Состоялась встреча и с президентом Александром Лукашенко. Он, как сообщает пресс-служба главы Хакасии, назвал республику территорией, с которой Беларусь заинтересована в партнерских отношениях и для которой интересен опыт развития овцеводства и культурный обмен. Поступило предложение организовать встречные визиты, которые могут состояться в ближайшее время. На этой неделе региональное отделение двух парламентских партий определились с кандидатами на ключевые должности на предстоящих 8 сентября выборах. «Единая Россия» выдвинула своего кандидата на должность главы Хакасии. Вопрос решался на внеочередной партийной конференции путем закрытого голосования. Подавляющее большинство делегатов высказалось за кандидатуру Виктора Зимина. Из почти 200 голосовавших более 150 поддержали действующего главу региона. «Я горжусь тем, что сегодня мне дали шанс и, поверьте, с честью принимаю ваше решение, чтобы баллонтироваться, выдвигаться и идти от партии». Напомню, ранее со своими кандидатами на эту должность определились коммунисты. Ими выдвинут Игорь Чунчель. От ЛДПР пойдет на выборы депутат Госдумы Виктор Соболев, а координатор регионального отделения либерал-демократов Валерий Старостин будет баллотироваться на пост главы города Абакана. Ну а первым зарегистрированным кандидатом на пост главы республики стал представитель от Патриотов России Владимир Быков. Большинство кандидатов на ключевые в республике должности городов Абакана, Саяногорска, Абазы и Верховный совет Хакасии пока еще не названы. Над этим в региональных отделениях партий работа продолжается. Наверняка дополнят списки самовыдвиженцы. Свыше 600 человек участвовали в форуме энергоэффективности и энергосбережения. Для республики это беспрецедентное мероприятие, а направление перспективное. За экономией энергоресурсов, точнее за экономичным их расходованием будущее. Ведь это сокращение расходов, снижение тарифов и цен на коммунальные услуги. Сплошные плюсы. Впрочем, чтобы ощутить, которое сначала нужно существенно потратиться. Мы привыкли к тому, что у нас есть энергия. Вода в кране, тепло в квартире, свет, газ, электроприборы, красивое ночное освещение улиц. Это далеко не весь список привычных благ цивилизации. Для всего вышеперечисленного необходимы энергоресурсы. Их человек берет у природы. При всем богатстве нашей страны ресурсы не бесконечны. Хакасский государственный университет по заказу Центра энергосбережения Хакасии провел социологическое исследование. Сотрудники кафедр педагогики и психологии выясняли, готовы ли граждане экономить энергоресурсы. Получили достаточно интересные сведения в данном случае. Люди достаточно неплохо знают о том, что есть такие технологии, что их можно использовать, что они помогли бы сберечь и предотвратить энергорасточительство. Но в эмоциональном плане чувство вины очень часто не испытывают. Если, например, свет не выключили, оставили в комнате. Либо не используют какие-то датчики, которые помогли бы сберечь тепло. И в поведенческом плане очень часто не всегда используют какие-то технологии, которые можно было бы использовать для предотвращения энергорасточительства. Результаты исследования показали, что практически у всех опрошенных отсутствует культура энергосбережения. Начать экономить, изменить потребительское отношение к природе – сегодня это задача государственной важности. В 2009 году был принят федеральный закон об энергосбережении. После были разработаны региональные программы. Одна из них действует на территории республики. Конечно, для того, чтобы энергоэффективность, энергосбережение заработало, государство, в первую очередь, должно было начать с себя. То есть показать пример непосредственно себя. И что на сегодняшний день, в первую очередь, происходит. Но для того, чтобы в дальнейшем эту программу, эти механизмы подхватило и в том числе и население, и все, по сути, производственные предприятия, и предприятия жилищно-коммунального хозяйства, мы должны, в первую очередь, рассказать о тех технологиях, которые на сегодняшний день существуют. На этой неделе в республике прошел первый форум энергосбережения и энергоэффективность Хакасии. В рамках форума работала специальная выставка. Свои разработки в области энергоэффективности представили российские и зарубежные компании. Не остались в стороне и местные изобретатели. Энергоэффективные проекты представили студенты Хакасского технического института. Данил Половников обосновал экономическую выгоду ветрогенераторов в Таштыбском районе. А Максим Шабусов – автор миниатюрной гидроэлектростанции для жителей поселка Кубайка. Мощность микрогаз 5 киловатт в зависимости от течения реки. То есть на село Кубайка, на 31 хозяйство, предусмотрена 31 установка. При расчетах 3 рубля киловатт час установка купится 7-8 лет. Помимо инновационных разработок, на выставке форума можно было познакомиться с технологиями, которые уже успешно применяются в сфере энергосбережения. Это тепловые узлы для модернизации отопления, гелиосистемы, светодиодные лампы. Кое-что из технических новинок уже внедряется в Хакасии, правда, пока в качестве пилотных проектов. Так, в Беломяре Алкайского района обыкновенный дом превратили в энергосберегающий. Для подогрева воды здесь будут использовать бесплатную энергию солнца. Для этого на крышу установят коллекторы, которые, поглощая солнечную энергию, будут обеспечивать жителей горячей водой. Данная трубка, она имеет площадь поверхности нагрева порядка 0,6 м2. И обеспечивает нагрев порядка 90 литров воды. На крыше установлено 6 коллекторов, в каждом из которых 30 таких трубок. То есть, грубо говоря, одна панель из шести может обеспечить до 300 литров нагрева горячей воды в сутки. По оценкам экспертов, при грамотном использовании технических новинок можно сэкономить до 40% энергоресурсов. Форум энергосбережения и энергоэффективность Хакасии показал, как это сделать. Олеся Калинченко, Антон Новожилов. Вести Хакасия. События недели. Сегодня у нас в гостях директор Республиканского Центра энергосбережения Алексей Федоров и ему немного вопросов о технологических новинках и как стать их обладателем. Алексей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Если кого-то заинтересует вот это оборудование, которое было представлено, о котором речь шла на форуме и вот оборудование установленное вот этом энергосберегающем доме в Белом Яре, то вот если речь пойдет о многоквартирном доме, ну примерно таком же, может быть, большей этажности, то как вот стать обладателем вот такого оборудования, потому что это же нужно решить не одному человеку, а совместно многим, ну большинству жильцов, по крайней мере. Те солнечные коллектора, узлы управления, которые были на форуме, они могли заинтересовать жильцов многоквартирных домов и применить их, конечно же, возможно. Участники оставили свои координаты, это телефоны, электронные адреса и в центре энергосбережения любой обратившийся получит эту информацию. Она не закрытая. Мы с удовольствием, скажем так, поделимся ей. В электронном виде можно присылать письма на наш официальный сайт, либо по телефону обращаться 2203-78. А если данные мероприятия будут реализованы в Хакасии на каких-то объектах, то хотелось бы еще и пообщаться с теми, кто реализовал и какой опыт они получили. Прекрасно понимаю, что новое оборудование достаточно сложно внедрять, а может быть, наши климатические условия не позволяют то или иное оборудование применять в полном объеме. Или же есть какие-то недоработки от производителей, чтобы мы могли также выразить свои пожелания в дальнейшем. Ну, смотрите, получение бесплатной энергии, оно, допустим, выгодно потребителю. Мне, как потребителю, я вложил деньги и, возможно, сэкономил на этом, да? Пусть даже с длительной окупаемостью. Но вот складывается ощущение, что производителям энергии и ресурсоснабжающим организациям это, наоборот, не выгодно, потому что им же чем больше продали этой энергии, тем, значит, они больше получили прибыли, чем меньше, тем меньше получили. Вот в этом случае, мне кажется, они не совсем заинтересованы вот в данных технологиях. Или это не так? Дело в том, что при сбережении, сокращении объема потребления энергоресурсов у нас уменьшаются выбросы в атмосферу. То есть это вопрос экологии. С одной стороны, мы должны беречь свою природу. И энергосбережение напрямую связано с этим. Если рассматривать загруженные центры, ресурсоснабжающие, ну, это может быть котельная, либо какие-то трансформаторные подстанции, станции, то, как правило, они работают в полную нагрузку. И лишь мероприятия, связанные с энергосбережением, позволят присоединить, если в этом есть потребность, новых потребителей к этим энергоузлам. То есть мы реализуем мероприятие энергосбережения, позволяем подключать новые мощности, может быть, какие-то районы в городе, либо промышленные узелочки, предприятия промышленные, без существенного изменения оборудования, которое существует сегодня. Алексей Владимирович, спасибо, что пришли. Спасибо вам. Сегодня у нас в гостях был директор Республиканского центра энергосбережения, и мы говорили о перспективах и практическом применении энергосберегающих технологий. Напомню, в Республике на этой неделе прошел большой форум, посвященный этой теме. Участники энергосберегающего форума уехали, но вскоре прибудут очередные гости. Их ждут хакасские жилища и столы изобилия в Аскиском районе на Сагайской поляне, где пройдет традиционный национальный праздник Тунпайрам. Рассчитанная на три дня культурно-спортивная программа обещает быть насыщенной. К масштабному событию идут последние приготовления и репетиции. Об этом наш следующий сюжет. Каждый вечер Любовь Кележекова, солист к ансамбле НРХАС, приходит на репетицию. Сначала, рассказывает, в танцевальном классе отрабатывали отдельные фрагменты. Потом начались так называемые сводные на стадионе вместе с массовкой. Насыщенная с утра до вечера, с девяти до девяти получается. Ну, для меня нет. Вначале сложно, а потом привыкаешься и уже без этого не можешь. Отшлифовать каждое движение, выстроить каждую линию задача непростая, ведь только в прологе задействованы несколько сотен человек. Вполне современные юноши и девушки из Абакана и Аскиского района на время превратятся. Кто в воинов Алыбхана, кто в свиту нефритовой принцессы, почти сказочного персонажа, реальность появления которого на Хакасской земле бурно обсуждают в интернете. Проверяют и само существование легенды, предложенной режиссером праздника, в качестве основы пролога. Высказывают сомнения, совершенно напрасные. У нефритовой темы есть историческая подоплека. Еще в 96-м году, во время раскопок вблизи Аала Райка Фаскийского района, были найдены мраморные таблички с надписями на китайском языке. В стиле характерном для эпохи Тан, то есть где-то конец или вторая половина IX века, по тексту там упоминается сестра Вана, то бишь царя, которая была отдана в жены местному правителю и спустя какое-то время была похоронена. В эпоху Средневековья по Хакасии проходил великий нефритовый путь из Китая в Европу. Кроме того, легенда о любви, в результате которой родился гармоничный, радостный народ, живущий счастливо на прекрасной земле, сама по себе красива. Самый главный национальный праздник в году – Тун-Пайрам, на который только по приблизительным подсчетам в этот раз съедутся до 50 тысяч зрителей. В этот раз большинство участников Международного форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» решили познакомиться с традициями и обрядами хакасов. К тому же впервые в рамки праздника включены коллективы, участники межрегионального смотра этнокультурных центров народов Сибири, Севера и Дальнего Востока. Так что нынешний Тун-Пайрам – самый представительный по количеству российских регионов и зарубежных гостей. Поэтому программы всех девяти площадок продуманы до мелочей. Много будет конкурсов, посвященных Айрану. Он будет просто массовый. Есть огромное количество бочек, стаканов, кружек. Все будут пробовать, получать призы. Это наши юрты, традиционное жилище хакасское. Тоже очень много конкурсов. Кухня и так далее. В этом году впервые торжества будут проходить в течение трех дней, откроет их вечером 28 июня большой круг исполнителей горлового пения, завершит 30-го награждения победителей, в том числе спортивных состязаний и конных заездов. Мы решили выставить лучших лошадей Сибири, которые участвуют и бывают, есть лошади, которые за границей выступают, защищают честь и Хакасии, и России. А на этом ипподроме будет около 16 заездов, где будут и молодые лошади, и беспородные лошади, и полукровные лошади, и чистопородные, чистокровные. Организаторы обещают, зрелище будет захватывающим, и зрителям будет комфортно. Установлены трибуны для гостей, обозначены стоянки для машин. Готовы все, без исключения службы. Медики, пожарные, полиция. Монтируется переезд, площадки для высадки пассажиров с электричек, которые на Тумпайрам 29 июня пойдут утром и вечером. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, 2 стиха Кассия, события недели. На этой неделе судебные приставы провели масштабную операцию по изъятию арестованного имущества у должников. За различные долги изъяты бытовая техника и другие вещи сразу у 34 жителей Черногорска. Они будут распроданы, а вырученные средства пойдут на погашение неплатежей. По данным службы, больше всего должников в Абакане. Кстати, приставы намерены теперь изымать и довольно крупные предметы, например, гаражные ворота, о чем и рассказали во время проведенной операции в Черногорске, в ходе которой последнего лишились граждане с весьма скромным достатком. Диалоги приставов с неплательщиками порой растягиваются на продолжительное время. Сотрудникам управления выступать приходится в роли психологов. Буквально каждый должник пытается объяснять, почему вышел казус и что скоро начнет гасить задолженности. Волнение и слезы, просьбы не забирать вещи, приставы к этому привыкли. Говорят, человека жаль, но пойти на поводу невозможно. Вы знаете, что у вас есть сумма задолженности. 1283 рубля, 54 копеи. Подождите, я 1300 платила и платила еще 600 рублей. Ну давайте квитанцию посмотрим. Одна квитанция у меня от заведенных приставов на 1300, а на 600 рублей дома лежит. Юлия мать-одиночка, безработная, живет в общежитии. Ежемесячный доход не больше 500 рублей в месяц. Выплачивать долги практически нереально. Приставы пришли, чтобы забрать мобильный телефон и фотоаппарат, но цифровой техники в доме не оказалось. Хозяйка пояснила, заложила в ломбард. Пока судебные приставы вынуждены попрощаться с женщиной, но ненадолго. Не раз вернуться предстоит и в другие комнаты общежития, чтобы застать хозяев должников дома. Тамара Алексеевна тоже жительница общежития. Задолжала за коммуналку. Говорит, не по собственной воле. Я когда к писавам ходила, я сказала, как у меня деньги есть, я плачу. А пойду на пенсию, будут с меня высчитывать. Каждую неделю плачу я. Ну как, по 300, по 500 рублей я плачу. Из вещей, которые можно забрать и отправить на реализацию, оказался только электрочайник. Как без чайника? Есть еще что-нибудь? Нету. Нету. В кастроли буду кипятить? Оценили технику в 200 рублей. Весь долг, конечно, эта сумма не погасит, но хоть что-то. В этой квартире тоже, по информации сотрудников управления, числится должник. Парень не выплатил пять штрафов ГИБДД. Сумма 600 рублей. Но, как выясняется на месте, молодой человек живет в другом регионе страны. На поиски арестованного имущества уйдет время. А вот жильцам этой квартиры повезло меньше. Со стиральной машиной и микроволновой печью пришлось расстаться в считанные минуты. Хозяева задолжали более 200 тысяч. Телевизоры, компьютеры, телефоны, мебель – основное, что забирают приставы у неплательщиков. Но есть и не совсем обычные вещи. Были такие случаи наложения арестов на домашних животных. Это свиньи, коровы. Вводим практику. Это арест заборов, ворот. Мы сам гараж на кругу не можем наложить арест, потому что гараж находится на территории частного дома. Эти ворота тоже в арестантском списке. Сотрудники организации, которые реализуют имущество, не сомневаются, покупатели найдутся быстро. А значит, часть 50-тысячного долга, который числятся на хозяевах дома, будет оплачена. За один вечер приставы Черногорска изъяли имущество у 34 должников. Общая сумма – 40 тысяч рублей. Всего же в республике в виде несудебных приставов сегодня более 200 тысяч исполнительных производств. Лидер в этом деле – столица Хакасии. А вот жители Таштыбского района по статистике стараются не накапливать долги и вовремя их гасить. Кому это не удается делать, должны помнить, что однократным визитом судебных приставов дело не закончится. Исполнительный документ действует три года. Если задолженность так и не будет погашена, в дело вмешается сам взыскатель и также будет требовать выплат. Своего рода профилактикой такого неприятного расклада вещей служат рейды приставов. Многие должники буквально на следующий день спешат гасить суммы и даже достаточно крупные. Наталья Громашова, Антон Новожилов. Вести Хакасии. События недели. Пренеприятнейшее известие для хоккейных болельщиков появилось на этой неделе на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России. Саяны не будут играть в предстоящем сезоне в Суперлиге, а отправятся в дивизион рангом ниже, где соревнуются в основном фарм-клубы ведущих коллективов страны. Официальное письмо в адрес Федерации направлено из Абакана, в котором говорится, что ввиду отсутствия искусственного льда в Хакасии команда много времени проводит на предсезонных сборах в других городах, а детские команды не имеют возможности для ледовых тренировок в межсезонье. Для улучшения инфраструктуры клуба и выполнения регламента Федерации хоккея с мячом России правительством республики принято решение о строительстве искусственного льда в поселке Подсине, а команда Саяны Хакасия проведет сезон в чемпионате среди команд высшей лиги. Это письмо в региональном министерстве спорта пока не комментируют никак. Между тем, в отсутствие официальной информации, близкие к хоккей-люди уже давно говорили о таком для команды исходе. И называли причину – отсутствие должного финансирования и накопившиеся в прежнем сезоне долги. Это значит, что большой хоккей теперь не для нас. А недавние соперники Саянси, Псельмаши и соседи по турнирной таблице «Волга» и «Кузбасс» едут в Швецию бороться за кубок Эцбина. Парламентский дневник завершит нашу программу, а мне остается сказать всего вам доброго, до встречи. Смотрите нас в повторе сегодня вечером на телеканале «Россия-24» в системе кабельного телевидения. И напоминаю, наш адрес в интернете – вести-дефис-хакасия.рф. До свидания.